Уважаемые друзья, садоводы, мне надо ближе, чтобы лучше слышно было. Так получилось, что я, своя очаровательная помощница Елена Александровна Савинич, находимся в СИЗО, в саду, мы не будем говорить адрес, так надо, но мы находимся в саду, где уже в течение примерно 15 лет, а мы-то все 20, растут мои абрикосы. Давайте туда поближе подойдем. Восемь назад я снимал фильм. Сюда вот вставайте, чтобы было видно. И он у меня есть, этот фильм. Поверить можно в это? А этот абрикос сейчас только чуть на голову не упал, правильно? Да. Не бросайте его. Жалко. Короче, так, мы, прям было, мы едем мимо, вот, каждый год я любуюсь на это, но давно уже тут не был, думаю, ну нет, в конце концов, надо узнать судьбу абрикосов. Что я узнаю? Одного нету, было пять. Весь рос серапин, его тоже нету, или амур. Осталось три за эти годы. Абсолютно живые, здоровые. Вижу, что пытались их, пытались их, сухие ветки отрезали, да? Вот молодая пороса, та самая, которую ненавидят почему-то вся официальная наука. То есть это как бы волчок, который постепенно превращен в нормальное дерево, а его не дают. Приказано всей России их уничтожить. Ну, вы знаете, у нас слабое место, постоянно отвлекаться. Итак, по порядку. Вот этот абрикос. Кстати, потом напомните, Елена Александровна, еще тут моя лесная красавица, на тот момент вот такие плоды были. Я же их сам в жизни не видел. Даже крупнее полтора раза были, чем у Чернобаева. Так, вот это вот. Когда мы были здесь лет 8 назад, хозяйка говорила, уже плодов нет, они первые созревают. Ну, вот видно остатки. И показывала вот так. Я еще ругался, почему она мне не сказала, что хутор красный рядом. Вот, что мы сейчас видим. Паралевский жир-дорог. Смотри, какая могуся я не станет. Посмотри, какая могуся я не станет. Одно из прелесей того, что она не стала делать штамп. Вот как посадила мой саженец, вот он такой и остался. Результат проходит 15-20 лет. Плодоносит практически. Нет, не каждый год, но из 5-ти годов 3-4 плодоносит. Показать плоды. Давай-ка я скажу. Упад. Вон он. Осторожненько. Вот он королевский, так. Опа. Вот он. Такой он и есть. Но он всегда уходит первым. Это Франция. Поэтому раньше плодоносит. Еще раз скажу. Хозяев нету. В наглую зашли. Кричали, кричали. Это нас простит, надеюсь. Пойдем теперь в самое главное. На тот момент, когда я был, урожаи были такие, что это было невообразимо. И есть фильм про это. И все по-честному. Снимали прихозяева. Это же самый сад. Теперь. Теперь, теперь, теперь. Сенсация становится именно вот этот. Почему? Потому что я не узнаю плоды. Говорю честно. Вот они. Я их просто не узнаю. Вот. По той, ну, как сказать, не узнаю. Вот 99% что это Серафим. Почему он такой огромный? Почему он такой огромный? Серафим всегда был середичком. Вот еще, наверное, больше. Вот. Давайте его сюда. Это порядка 100 грамм. Давайте сюда. Показалось, что хозяева пришли. А мы хозяи, чем тут. Вот. Дело в том, что... Не бросайте его. Потом. Потом. Что мы сделаем? Я поднимаю старый фильм. Примерно в 8-летней давности. Так? Тут снимал. Вот. Помню королевский. Амур или Артем, который уже не существует. Видимо, он все-таки погиб. Так. Дальше по градации шел Серафим. Цвет его. Так. Зеленый еще. Минут. Если бы... Так. Ну, это понятно. В тени зелень. Самая красота там, наверху. С той стороны, кстати. Если вот так посмотреть... Посмотреть. Нет, зараза. Ой, я уже матерюсь. У него нос какой-то. Я еще помню, рассказывал. Едем мимо, как я говорю. Это маточные деревья. То есть их тут никто, как я, не это. Их тут никто не показывает. Их тут никто не это самое. Но если это амур, то я чокнусь. Нос-то амура. Цвет. Амур еще краснее, чем Серафим. Значит, что мы делаем? Верен Александр. Передо мной. Можешь себя показать на секунду? Не все же знают. Давай. Аспирант. Университет как называется? Науки и технологии имени Решетнева. Красноярск. Так. Моя лучшая ученица. Так вот. Одновременно. То есть нашим и вашим. Так я к чему говорю, Елена Александровна? Дело в том, что точно узнаем, когда я поднял фильм. Нос как цвет ближе к Серафиму, а нос как у амура. Но амур-то вот такой вот же. И что получается? Есть амур крымский. Я так удивился, да? Вот там как раз вот такие плоды есть. Он так и называется. Хотя я помню, что... Вообще-то у амура происхождение дальневосточное. Да, оно мелкое. Но мелкое. Ну вот это чудо. Это сенсация. Сейчас вот мы закончим фильм, да? Если нас хозяева не попрут. А вдруг сменились хозяева? Не зря новый дом. Могло же быть такое. Не знаю. Вот. Так что давай я теперь уезжаю. Годы прошли. Можно мне сейчас с этими красивыми ветками? Можно, можно, можно. Так, что получается? Я очень волнуюсь, да? А, где у нас лесная красавица? Вот, похоже, игрушка. Точно, она. Только она, знаешь, что с ней сделалась? Она деградировала. Все-таки Сибирь. А лесная красавица, это Бельгия. Да, она, она, она. Вот она, родная. Мы же все экспромтом. Мы же ранее не готовили съемку. Вот она. Тогда это не она. Тогда это что? Это другая прививка, значит? Да нет, она могла измениться. Я говорю, вся. Это же... Не зря говорят, что уже химеры выращивают. Химеры. Ой, как интересно. Я волнуюсь, я сбиваюсь. Я не знаю, что говорить. Я вот это вот увидел. Я железом. Это мое дерево. Сто процентов мое дерево. Не девяносто. Вот. Вот оно, это дерево. С этой стороны все скромно, все понятно, да? С той стороны вот это чудо. Вот они. Вот они. Да? Аж руки трясутся. Ну, я же говорил, что вот они. Ну, вот стоит только... Не нужно фотографировать. Стоит только им оказаться в нужном месте. А что такое нужное место? Сказать? Да. Это подвоин, которому приучен. Вот это роскошь. И они укрупняются. А помнишь, как эти выпускники Тимирязиков? Как они меня? Есть такое. Есть такое. Я сразу вспомнил этот самый анекдот. Стерли спорол дичь. Дичь тихонько повизгивала. Это пошлость. Да ладно. Я волнуюсь. Я столько лет мимо ездил, твою мать. Если бы... Все. Надо заканчивать, то я еще не такое скажу. Ладно, уходим. Так, сейчас мы... Так, возьмите мне еще вот. Сейчас фотографии сделаем. Вален. Все, скажи это самое. Удивил? Очень. Удивили. Если уж себя удивил. Да. Сам себя. Да, тем более. Вот они какие красавцы. 100-граммовые. Вот, даже рядом с телефоном. Смотрите, какие здоровые. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok